Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о таксах что мы знаем о них деловая колбаса полторы собаки электричка лимузин сарделька сосиска как только не называют этих собак такса это вам не счет на оплату это коротколапое создание с телом похожим на сосиску длинной мордашкой и нелепыми огромными ушами во всей своей красе и кто-то называет эту собаку странной но только пока не познакомиться с ней поближе другие находят в нестандартной внешности этого песика особое очарование но факт остается фактом в мире просто нет людей которые равнодушно относятся к такси и при виде этой собаки человек не в силах сдержать улыбку и как же появилась такая удивительная собака и почему у нее такие короткие лапы и еще много о чем мы и поговорим здесь и сейчас поехали такса изначально это охотничья собака предназначенная для норной охоты и в этом сегменте ее по праву можно считать старейшей породой хотя псы похожие внешне на такс встречаются даже на древнеегипетских изображениях принято считать что современные таксы начали формироваться в 16 веке родиной породы является германская земля южная саксония порода ведет свое происхождение от гонщих а непосредственным ее предкам была низкорослая гончая называвшаяся охотничьим браком от браков такса унаследовали способность преследовать добычу с голосом отличное чутье и вязкость вязкостью гонщий называется настойчивость и упорство в преследовании зверя вязкая гонщия при потере следа должна настойчиво выправлять скол то есть искать след ушедшего зверя она не должна оставлять след уходить с осколок к хозяину и самостоятельно искать другого зверя. Небольшие вязкие гончие с укороченными конечностями ввели неспешный гон зайца или лисы. Зайцы не боялись коротконогую собаку, а потому уходили от нее не так быстро, на малых кругах. Такую манеру работы собак и поведения под ними зайца по достоинству оценили охотники. Кроме того, при всей коротконогости предки так смогли преследовать лисицу не только на поверхности, но и идти за ней в нору. Если хищник норился, продолжала преследования по ходам подземного убежища и выгоняла зверя вновь на поверхность, где ее ждал охотник. В Германии такса становится собакой для индивидуальной охоты. Она не требовала больших затрат на содержание, способ охоты с ней был демократичен и доступен, а использование ее на поверхности по зайцу в качестве пешей гончей или традиционно по копытному зверю делала охоту и эмоциональной, и результативной. Тем более, что массовая загонная охота оставалась в основном привилегией знати и требовала крупных денежных затрат. Поэтому норная собака и охота с ней стали особо популярными среди городских охотников, бюргеров и мелких дворян. Бюргеры, или так называемое третье сословие, будущее буржуазия, и стали той средой, которая выдвинула социальный заказ на такую собаку, как такса, и если специализированного британского лисьего терьера, используемого в качестве норной собаки в национальном виде парфорсной охоте — это верховая или конная охота со сворой гончей, можно назвать собакой английского джентльмена, то такса — это собака немецкого бюргера. Немецкие бюргеры, страдающие от набегов барсуков на сельскохозяйственные угодья, быстро оценили все преимущества таксы, не сдала своих позиций порода и во времена активного развития городов Германии, ведь содержать собаку было удобно и ненакладно. Очень энергичная, умная и преданная такса к концу 17 века все больше и больше завоевывала сердца немцев. Началось активное разведение представителей этой породы. Число такс увеличивалось очень быстро, в Германии появились первые питомники, и вскоре порода начала своего распространения по Европе. А единого подхода к принципам разведения тогда не существовало. Каждый заводчик решал задачу, исходя из своих личных представлений и предпочтений. В 19-ом столетии в Германии складывается значительное поголовье такс. Появляется много людей, специально занимающихся разведением породы, заводчиков, развитие биологической науки, открытие законов наследственности Менделя, начало в европейских странах выставочной деятельности. Дает развитию породы новый импульс, ставит его на научно-теоретическую основу. Намечается тенденция к разграничению собак на выставочных, декоративных и рабочих. Возникает настоятельная необходимость в определении установления зафиксированных породных признаков стандарта. Знаменательным для породы стал 1870 год, именно тогда принимается первый стандарт. В 1880 году была учреждена первая немецкая родословная книга охотничьих собак, а в 1888 году произошло объединение любителей породы в немецкий Текель-клуб. В 90-х годах этот клуб насчитывал уже 26 тысяч членов. Сегодня в качестве международного используется немецкий стандарт таксы от 1979 года. Действительно, такса на сегодняшний день, пожалуй, самая богатая порода. Она насчитывает 9 разновидностей, 3 по шерстному покрову и 3 по размерам при обширной палитре окрасов. Эволюция породы, рост ее численности, активные практические использования на охоте, развитие кинологии привели к необходимости создания разновидностей по шерстному покрову. Понадобились более тепло одетые собаки. Исходной формой была гладкошерстная. А селекционных экспериментов, направленных на создание такс трех вариантов шерсти — гладкой, длинной и жесткой — впервые упоминается в 1836 году. Шерсть гладкошерстных собак не требует особого ухода. Особенно, если собака здоровая. Эта такса всегда в выставочной форме, грязь не пристает к ней, снег не прилипает. Но и морозом она подвержена больше своих утепленных собратьев. Шерсть у гладкошерстной таксы короткая, густая, блестящая, жестковатая, но не грубая, плотно прилегает к телу. А первые попытки выведения жесткошерстных были описаны писательным джестером в 1797 году и хартигом в 1811. Последний отмечал, что жесткошерстная такса не так коротконога и кривонога, как гладкошерстная разновидность. Жесткошерстные таксы были выведены в результате гибридизации гладкошерстной таксы с представителем пород, обладавших жестким типом шерсти, в том числе ряда терьеров. Жесткошерстная такса несет в себе также крови немецких пород карликового пинчера и шнауцера. Длинношерстная такса была выведена путем скрещивания гладкошерстных такс с длинношерстными породами охотничьих собак, вероятнее всего использовались паниели, а также некоторые некрупные легавые. Бесспорно, эту собаку следует отнести к красивым. Она нарядно и эффектно напоминает ирландского сеттера на коротких ножках, поэтому зачастую разводит ее с чисто декоративными целями. Хотя изначально длинношерстная такса была выведена для охоты, как две другие разновидности. При хорошо налаженном отборе и подборе рабочей качестве собак этой разновидности не уступают остальным таксам. Однако целенаправленный отбор в течение многих лет лишь по красоте экстерьера и рубашки все же сказывается во многих случаях на охотничьих достоинствах этих собак. Миниатюрных такс, так же как и стандартных нормальных сородичей, создала охота, охота специализированная на определенного зверя в определенных условиях. На протяжении всей истории разведения такс в Германии предпринимались попытки создать сильно уменьшенную таксу для работы в кроличьих норах. Дикие кролики в изобилии водились на территории Южной Германии, да и в других регионах страны тоже. Добыча этих зверьков без собаки была крайне затруднена и требовала от охотника дополнительных усилий, так как приходилось применять дым, заливать нору водой или прибегать к другим столь же неприятным мерам. Идеальным было использование очень мелкой, коротконогой собаки, умевшей выгнать кролика из норы на поверхность, где ее поджидал охотник или вытащить при необходимости зверька из его убежища. Для этого собаки должны были обладать зверовыми качествами, злобой к зверю, желанием его искать, найти и завладеть им. От собак требовались такие размеры, чтобы четвероногие охотники могли беспрепятственно проникать в узкие кроличьи норы и передвигаться там, причем как вперед, так и назад, маневрируя с целью настичь добычу. Разведение мелких такс до конца 19 века было эпизодическим, не отличалось целенаправленностью и не происходило, так сказать, в масштабах всей породы, чтобы можно было говорить о создании разновидностей по размеру. Это и понятно. Мелких собак всегда было трудно разводить, они приносили мало щенков. А кроме того, селекция животных до эпохи бурных научных открытий 19 века велась еще очень примитивными методами. Планомерное разведение мелких разновидностей такс началось в Германии в конце позапрошлого столетия. У истоков этой работы стоял видный специалист по породе – доктор Энгельман. Для селекционной работы в этом направлении немецкие собаководы создают объединение по развитию кроличьих такс. Выведение разновидностей проводилось в два этапа, причем результаты первого оказались неудачными. Селекционеры предприняли попытку получить мелких такс путем скрещивания собак стандартного размера с карликовыми породами, преимущественно карликовым пинчером. Получаемые собаки не соответствовали цели разведения – они либо утрачивали охотничью страсть и крепкое сложение, либо становились мало похожими на такс, приобретая короткие головы с крупными выпуклыми глазами, высокие ноги и очень узкую грудь, а также повышенную нервозность. От прилития инопородных кровей отказались. Оставался другой путь – более трудоемкий, кропотливый и растяжимый во времени. Селекционная работа стала строиться на отборе рабочих производителей, дающих мелкое потомство, и последующем подборе пар по размеру и наличию охотничьих качеств. Первые кроличьи таксы, полученные в объединении, возглавляемые Энгельманом, происходили от нормальных стандартных предков. Однако при воведении мелких такс не всегда удавалось преодолевать барьер естественных законов природы. Карлики – явление по своей природе ненормальное, у них зачастую не сохраняются те пропорции, которые были у больших такс. Немецкие селекционеры все же добились поставленной цели. Им удалось создать помимо стандартной большой таксы еще две разновидности по размеру – карликовую и кроличью, самую мелкую. В некоторых кинологических изданиях разновидности такс называют породами – это неверно. Любая заводская застандартизированная порода имеет собственный отдельный стандарт. Такс, скажем, имеет каждый свой стандарт гладкошерстный и жесткошерстный фокстерьер. У таксы как породы предусмотрен единый международный стандарт, в котором приводятся требования как общие ко всем разновидностям, так и специальные к каждой из них. Специальные требования касаются характеристики шерстного покрова, размера и веса. В международном стандарте приводится следующая классификация по размеру и весу. Кроличья мини такса – вес не больше 3,5 кг, рост 15 см, объем груди не больше 30 кг. Карликовая – вес до 5,5 кг, рост до 21 см, объем груди до 35 см и стандартная – вес до 9 см, рост до 27 см и объем груди – более 35 см. Действительно, на выставках такс оценивают по окружности груди и развитию мускул, вес является менее значимым параметром. Представители каждой весовой категории дополнительно различаются по характеру шерстного покрова. Гладкошерстная – привычный вариант шерсть длиной до 2 см, длинношерстная – имеет некоторое сходство со спаниелем, жестко шерстная – с усами, бровями и бородой, как у шотландского терьера, длина волоса до 3 см. Окрас желто-рыжий и чисто рыжий различных оттенков – черный, серый или коричневый, ржаво-рыжими или желтыми четкими подпалинами, мраморный перечисленных цветов. А для жесткошерстных такс характерен кабани окрас – от светлого до темного оттенков. Такса – одна из самых узнаваемых собак. Голова изящная, достаточно сухая, имеющая форму клина. Череп сверху плоский, мордочка немного горбоносая, длинная. Переход к ней не резкий, скорее сглаженный и плавный. Губы имеют небольшую складку в углах. Мочка носа крупная, коричневая или черная, в зависимости от масти животного. Автор А что насчет длины? Таксы вовсе не длинные, как многие думают. У нее просто лапы короткие, поэтому и создается такое впечатление. С такими лапами в любую нору можно пролезть, даже если тебя там не ждут. И какие это лапы! Передние при взгляде сбоку прямые. Предплечья короткие, расположены практически вертикально. Локти направлены строго назад, конечности очень мускулистые, с крепким костяком. Лапы в комке сводистые, с хорошо развитыми подушечками и крепкими сильными когтями. Задние конечности таксы пропорциональны по длине передним. Мускулистые, с крепким костяком, поставлены параллельно. Углы коленных и скакательных суставов выражены хорошо. Лапы в комке крепко стоящие, на хорошо развитых здоровых подушечках. И конечно же у такс есть хвост. И не абы какой, настоящая сабля, держится по линии верха и он такой неспроста. И хвост был устроен аналогичным образом для выживания и удобства. Его изгиб можно легко заметить на местности с высокой травой. Хвост также может помочь людям подтягивать своих такс вверх и наружу, когда они застревают в норе или у входа в туннель. С внешними техданами разобрались, а что у нас с внутренним миром? С чувством собственного достоинства, сильным характером и потому вызывающее такую симпатию, гласит надпись на эмблеме немецкого текель-клуба. Эту фразу можно смело считать одной из самых точных и емких характеристик этого животного. Эти особенности формируются несколькими факторами. Специфика охотничьего применения определяет как охотничью манеру поведения, выработанную на протяжении столетий, так и поведенческие характеристики в быту. Некоторые владельцы отмечают в поведении своих любимцев определенное упрямство и непослушание. С этим можно согласиться. Но не следует забывать, что такса — охотник, причем на норного зверя. И от ее умения принять правильное решение без команды и подсказок хозяину во время схватки с барсуком или лисой в узкой норе зависит не только успех охоты, но и ее жизнь. И упрямиться такса не от вредности, она просто лучше вас, по ее мнению, разбирается в данной ситуации. Если ваши мнения совпадут, то команда будет выполнена точно и без промедления. Поэтому так важно наладить с питомцем тесный контакт и взаимопонимание. У хорошего любящего хозяина такса всегда отзывчива и послушна. Многое в поведении таксы зависит от ее происхождения, то есть от длительности периода, в течение которого ее предки использовались по прямому назначению. То есть на охоте собаки рабочие и декоративные существенно различаются по манере поведения. Последние нередко проявляют робость, некоторую суетливость, хотя это качество не свойственно таксе, чем более рабочая собака, тем более независимо она держит себя, имея выраженное чувство собственного достоинства, исследовательскую жилку и заинтересованность во всем новом. Бесстрашие, ярко выраженная индивидуальность, удивительная изобретательность и самостоятельность принятия решений, что свидетельствует о высоких умственных способностях и все это такса. Несмотря на небольшие размеры и оригинальный внешний вид, псы этой породы отличаются уверенностью в себе и выражаясь современным языком отсутствием комплексов. Место для раболепия в сердце этой собаки природа не оставила. Такса никогда не простит грубого неуважительного отношения к себе. Реакция будет адекватной. Непослушание, саботаж, делание на зло — собака использует все доступные средства, чтобы утвердить свое «я», и основой для выстраивания хороших отношений может быть только взаимное уважение. Такса прекрасно зарекомендовала себя в роли компаньона. Она может вести себя уравновешенно и даже несколько философски. Но в подходящей атмосфере становятся веселые изобретательные шалунии. Эти собаки прекрасно ладят с детьми, с удовольствием принимают участие в разнообразных забавах. Но только детям нужно объяснить, что это не игрушка, такса не допустит к ней плохого отношения. Многих поражает несоответствие размеров таксы и ее голоса. Мощный и громкий лай может вести в заблуждение не только спрятавшуюся в норе лесу, но и непрошенного гостя, подошедшего к дверям вашего дома. Эта собака очень любит прогулки и с удовольствием будет сопровождать вас даже в самых далеких походах. Такса – сообразительная собака. Она быстро поймет, что вседозволенность и попустительство со стороны хозяина – это очень здорово. Поэтому начинать воспитывать своего питомца надо с самого первого дня вашего знакомства. Дрессировка может немного подождать, а вот приучить собаку к кличке, режиму питания, месту, объяснить малышу, что такое хорошо и что такое плохо – нужно сразу. Успеха в воспитании можно добиться только на основе установления тесного контакта и взаимопонимания с животным. Кроме того, представители породы очень чистоплотны, поэтому приучить малыша справлять нужду в лоток несложно. Просто нужно вовремя отнести щенка в туалет. Понятно, что стоять он должен в конкретном месте. Когда начнутся прогулки на улице, лоток можно убрать. Такса прекрасно подходит для домашнего содержания, и уход за ней не потребует от вас каких-либо чрезмерных усилий. Таксы, помимо того, что не норные, они еще и диванные собаки. Таксы – большие ценители комфорта. В доме они выбирают для себя самые теплые и уютные уголки. Любят отдыхать, забравшись под одеяло или на колени, а то и на шею хозяину. С удовольствием принимают ласки от домочадцев. Конечно, все зависит от дрессировки, вашего желания, терпения и упрямости. Но велика вероятность того, что спать вы будете все-таки с таксой. Кстати, именно в кровати все мифы про маленькие Ростаксы пропадут. Это настоящий диванный монстр, пожирающий свободное место. Особенно они любят лечь поперек кровати и прикинуться как минимум мертвыми. Если вы таксу все-таки сдвинете, вас будет ожидать ну очень осуждающий взгляд и вздохи усталые за день собаки. Такса маленькая собака, сродни декоративным и многие убеждены, что это простая порода, подойдет новичкам, старичкам и вообще всем, кто не собирается ее воспитывать. Это же не овчарка, не правда. Такса в каком диванном поколении она бы не была, это серьезная собака, с которой нужно или считаться, или договариваться, или воспитывать с самых первых дней, иначе вашей семье будет управлять именно она. У таксы богатая фантазия, вкупе с ослиным упрямством это делает ее идеальным хулиганом. К тому же такса как была, так и осталась собакой самостоятельной. Значит, чтобы такса выполняла вашей команды, вам нужно очень постараться и доказать ей, что вы самый-самый в этом мире. Все развлечения и ресурсы поступают через вас, вы упрямее таксы раз в сто и вы тот, кто всегда развлечет ее и прикроет длинную спину, иначе чихала она на вас со своей высокой колокольни. Еще многие думают, что такса медленная собака, она не может быстро бегать из-за своих коротких лап. Это тоже не правда. Такса при желании становится ракетой, запускается прямо с места, развивает максимальную скорость за долю секунды. Такса бегает быстрее многих крупных собак, она неугомонна, она любит подскочить, укусить играючи и нестись прочь от вас по кругу. Поэтому лучше всего таксом играется с таксами, такими же безбашенными торпедами. Москва воронеж не догонишь. Таксы очень активны, некоторые могут часами носиться по полю и не устать, а другие с удовольствием сочетают лежание на диване и активные прогулки с дрессировкой. А если вы обладатель спокойной, ленивой, ничего не требующей таксы, которая соглашается с каждым вашим словом при условии, что ее дрессировкой вы особо не занимались, это большая редкость. И какие же недостатки то есть у этой красавицы. Такса любит есть, очень любит есть, а есть на халяву, собственно найдено или выпрошено, это вообще смысл жизни этой собаки. Если есть возможность, сосиска съест все, что может, а что не сможет, то пооблизывает. Выпрашивать еду она умеет мастерски, а сделать голодный вид не составляет особого труда. И ваша задача, это очень важно, не перекармливать животное. Лишний вес враг таксы, так как создается излишняя нагрузка на позвоночник. В меню таксы обязательно должны входить следующие продукты. Нежирный творог, крупы, которые можно варить на мясном бульоне или добавлять в блюдо кусочки мяса. Полезны также в рационе и овощи. Два раза в неделю можно давать таксам яйца, вполне допустимо один-два раза в неделю давать рыбу, морскую, без костей. А вот молоко в натуральном виде пользы собаке не принесет, она попросту не усваивается организмом животного. Не стоит забывать и о минеральных добавках, а особенно о порошковой глине, которая очень полезна таксам. И жаль, конечно, но все собачки, как и все животные, болеют. Собачьи болезни, характерные для большинства пород, могут в той или иной степени проявляться и у такс, и способы их лечения достаточно традиционны и типичны. Однако есть одно но, которое должно порадовать будущего владельца. Эти питомцы, в принципе, очень редко болеют, и это неоспоримый факт. Есть два заболевания, которые встречаются только у представителей этой породы. Первое – это болезнь, получившая название «эффект пловца». Оно возникает в раннем щенячьем возрасте и внешне проявляется в том, что месячные щенки никак не могут подняться на лапы и передвигаются ползком, совершая лапками плавательные движения. В большинстве случаев это ненадолго, которое никак не сказывается на здоровье подросших такс – они встают на лапы и прекрасно ходят. Вторая болезнь, относящаяся к разряду наследственных, представляет для жизни собаки несравнимо большую угрозу. Речь идет о дисплазии межпозвоночных дисков. Достаточно высокая частота возникновения этого заболевания связана с характерным строением тела таксы. Также молодым таксерам нельзя разрешать прыгать вниз даже с небольшой высоты. Очень важно строго контролировать интенсивность физических нагрузок и правильно кормить животное. Ни в коем случае не допускать набора лишнего веса – это позволит в значительной степени уменьшить нагрузку на позвоночник. Все вышеперечисленные болезни относятся к разряду наследственных, и полностью обезопасить собак от их появления невозможно. За счет правильного ухода внимательного отношения к состоянию таксы можно значительно снизить риски. Не следует также забывать и лечебно-профилактические мероприятия общего плана. Своевременная вакцинация, дегельминтизация, периодические осмотры у ветеринара станут залогом крепкого здоровья вашего питомца, которое будет радовать вас долгие годы. Таксы без преувеличения – самая обаятельная и привлекательная среди огромного количества пород. Очарование этой собаки позволило ей игнорировать веяние капризной и переменчивой моды, оставаясь вот уже более трех столетий в топ списках популярности. Среди верных поклонников породы можно встретить как заядлых охотников, так и людей, которые искренне воспринимают таксу исключительно комнатной собакой. Главное остается то, что все они считают своих любимцев эталоном собачьего ума, храбрости, преданности, любви и красоты. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями, это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok